Самый удивительный и вкусный пирог родом из детства. Это идеальный рецепт для десерта. Нам понадобятся простые и очень доступные ингредиенты. Сливочное масло, одно яйцо, сахар, мука, сода, густое варенье или джем. Размягченное сливочное масло выкладываем в отдельную емкость. Добавляем сахар и взбиваем миксером до получения однородной кремообразной мягкой массы. Теперь добавляем одно яйцо и опять хорошо взбиваем пару минут. Высыпаем муку. В соду добавляем пару капель лимонного сока и гасим ее. Перемешиваем все хорошо в муке и теперь тщательно будем вымешивать тесто. Сначала лопаточкой или ложкой, пока масса жидкая и легко размешивается. А потом, как будет уже тяжело перемешивать лопаточкой, вымешиваем руками. Тесто должно получиться однородным и очень хорошо вымешанным, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Песочное тесто, наверное, самое простое, что можно приготовить быстро. Оно довольно плотное и не липнет к рукам. А главное, быстро печется. Я вымешиваю где-то минут 5, чтобы тесто стало податливым и мягким. Если все сделано правильно, тесто станет очень эластичным, плотным и не будет липнуть ни к емкости, ни к рукам. Перекладываем тесто теперь на стол и вымешиваем еще пару минут. Формируем тесто в шар и выкладываем на пищевую пленку. Хорошо закрываем со всех сторон и отправляем в холодильник на пару часов. Когда тесто достаточно охладилось и затвердело, достаем, убираем пищевую пленку. И разрезаем его на две части. Видите, какое оно плотное и твердое должно быть. Теперь берем емкость для запекания и натираем один кусок на крупной терке. Прямо в емкость. Чем дольше тесто полежит в холодильнике, тем легче его будет натирать. Поэтому, если вы не хотите долго ждать, можно положить его в морозильную камеру. Так тесто быстрее затвердеет. Тесто равномерно распределяем по всей поверхности одинаковым ровным слоем. Емкость предварительно я ничем не смазывала. И теперь немного уплотняем его, чтобы оно не было таким рыхлым. Вот такой вот первый корж у нас должен получиться. Теперь выкладываем на него варенье или джем. У меня джем из смородины. В меру сладкий и с небольшой кислинкой. То, что надо для такого пирога. А теперь будем распределять равномерно нашу начинку по всей поверхности. Главное, чтобы джем не был слишком жидким. Иначе пирог получится совсем не хрустящим и не таким, как нам нужно. Натираем сверху оставшуюся часть теста тоже на крупной терке. Равномерно по всей поверхности, чтобы полностью закрыть нашу начинку. Вот и все. Наш пирог практически готов. Отправляем его в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Ух, до чего же аппетитный и ароматный он получился. С хрустящей золотистой корочкой. Готовый тертый пирог нарезаем острым ножом на прямоугольнички или квадратики. Кому как больше нравится. Большие или маленькие, это тоже решать вам. После того, как все нарезали, оставьте тертый пирог немного остыть. Чтобы джем внутри остыл и стал карамельно тянущимся. Это будет невероятно вкусно. Обязательно попробуйте. Заваривайте чай или грейте молочком. И быстренько зовите всех к столу. Тертый пирог получается очень вкусный. С хрустящей корочкой и карамельной начинкой. И печенье, и пирог одновременно. Тесто очень нежное и рассыпчатое. Каждый кусочек просто тает во рту. Экспериментируйте, творите и удивляйте своих близких и родных. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк. Если вам понравился мой рецепт, не забудьте подписаться. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Жду ваши фотоотчеты в инстаграм. И конечно же, делитесь рецептами с друзьями. С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Как вам такой вариант пирога? И с какой начинкой вам больше всего нравится сочетание песочного теста? Всем приятного аппетита и пока-пока!